Здравствуйте! В гостях у меня сегодня Ольга Баранова, организатор общественного движения «Трезвая Рязань». Ольга, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, во-первых, расскажите, наверное, откуда вообще в нашем городе взялось вот такое движение? Лет 7 назад я познакомилась с видеолекцией, называется «Алкогольный террор против России» профессора Жданова. Меня она очень тронула, я решила вести свой образ жизни трезво, стала искать таких же единомышленников и нашла организацию Всероссийскую союз борьбы за народную трезвость. С начала 90-х годов она существует в России. Так как она была практически неактивна, и председатель на то время тоже ничего не делал, увидел мою активность, то, что я собираю ребят, пытаюсь как-то на улице раздавать листовки, еще что-то, предложил мне ее возглавить. Но с тех пор, можно сказать, где-то примерно 4 года активность ее, в общем, в общественном плане заметна в Рязани. Ну, цели и задачи, я полагаю, ясны, да, чтобы трезвых людей, как минимум, было больше в нашем городе. Да, лучше, конечно, чтобы совсем все трезвые были. Вот какие проводятся мероприятия, акции, может быть, как вы вообще это делаете, чтобы трезвых людей становилось больше? Ну, акции – это не цель самой организации. Акции – это только заявиться в информационном поле. Сама по себе отрезлеющего действия акции имеет очень маленькое, потому что на нее приходят, как правило, и сами люди, ведущие здоровый, трезвый образ жизни. Основное действие – это информирование населения. Естественно, интернет-пространство задействуем, это очень эффективные уроки трезвости, это возможность взаимодействия со СМИ, чтобы они размещали, есть уже масса готовых статей на эту тему, от наших профессоров, ученых. Что еще может быть? Флэш-мобы, может быть, какие-то проводятся. Флэш-мобы, конечно. На прошлый Новый год мы проводили акцию на Площадь Победы, называлась «Я встречаю Новый год трезво». Ребята ее из движения Всероссийского подготовили, мы к ней только присоединились. Смысл ее заключался в том, что мы берем в руки плакаты красочные, на них написано «Я встречаю Новый год трезво», «Веселимся трезво», фотографируемся около новогодней елки, делаем конкурс на лучшую фотографию, играем, веселимся, включаем музыку, дарим призы, друг другу настроение. Тем самым показываем, что веселиться можно трезво. Люди часто искренне не понимают, как можно веселиться без алкоголя. Более того, я хожу сейчас, провожу уроки трезвости активно по школам города Рязани, и сидят передо мной ученики 6-7 класса, младше я не беру, и искренне удивляются, как так Новый год вы празднуете без алкоголя. То есть дети искренне этого не понимают. Почему не понимают? Потому что они не видели, чтобы на Новый год или другие праздники их родители без алкоголя веселились. У них даже такого понятия нет. Поэтому мы показываем, что действительно можно отрываться, зажигать, веселиться трезво. Ну, как говорится, есть такой праздник – День трезвости, да? Непонятно, как отмечать. Потому что трезвыми вроде бы у нас не принято отмечать вообще никакие праздники. Кстати, Новый год вообще не за горами, да? Да. По поводу Нового года, вообще удивительно. Я думаю, что очень многие зрители не знают, но Новый год по традициям наши предки праздновали трезво. Почему? Потому что Новый год попадает на посты. В пост не только запрещено потреблять мясо, но и потреблять алкоголь. Это один из серьезных постов. Наши предки были, ну, если взять, до революции, очень верили в Бога и боялись его. И, соответственно, посты очень строго соблюдали. Дней 200 было постов всего за год. И это, считайте, дней 200 было трезвости однозначно, в том числе Новый год. Если брать традиции еще более глубокие, то Новый год мы праздновали весной. Это связано с тем, что Новый год люди воспринимали как рождение новой жизни. Весной она рождалась. Потом перенесли празднование Нового года на начало осени. И дальше Петр I по-европейскому привил нам празднование именно зимой. Но зимой, в общем, природа спит, и не совсем логично. Она не оживает, Новый год не появляется. Тем не менее, это все у нас очень хорошо прижилось. Что касается алкоголя, вот всем принято думают, что на Новый год обязательно надо ставить шампанское. Откуда эта традиция появилась и насколько она долго существует в нашем обществе. Самое удивительное стало изучать эту тему. Оказалось, что традиции такой, как таковой, в массах общества не было. Было в свое время, в 1956 году снят фильм «Карнавальная ночь», вставший впоследствии культовым. В самом правительстве, в 60-е годы советском правительстве было принято решение обеспечить каждого советского гражданина бутылкой шампанское на Новый год. То есть это такая традиция, которая родилась не из народа, а была привнесена, но люди это восприняли как что-то свое. А по сути, такой традиции не так уж и много лет, если сравнить со всей нашей официальной тысячелетней историей. Как считаете, могут войти все-таки в жизнь в нашу стопроцентную теперь традиции, да, встречать Новый год без шампанского, без алкоголя? Среди молодежи, считаю, однозначно. Это движение растет. Ребята каждый год, это движение, я смотрю, по России набирает еще больше людей. Прежде всего, конечно, молодежи. Молодежи проще всего отказаться от алкоголя. У нее, ну, как у любых детей, близких людей к детскому возрасту, они понимают, что веселье – это не обязательно одурманивание, больная голова, какое-то расторможенное сознание. Веселье молодежи может получаться просто от общения, от классной музыки. Движение растет, ребята придумают новые какие-то способы привлечь к этому внимание, показать, насколько это здорово. И это действительно так. Могу сравнить даже просто свои дни рождения, когда ребят приглашаю куда-нибудь съездить в Солочью, отпраздновать этот праздник. Мы берем, например, снимаем, есть кафе «Старт», там есть беседочки крытые, рядом ангал стоит, и начинаем там зажигать, жарить шашлыки, общаться, какую-то программу я составляю. И рядом практически каждая беседка тоже занята. У них играет оглушительная музыка. Но мы смотрим то, как мы себя ведем, что у нас происходит, насколько мы радостны, какая у нас движуха происходит, и что у них – это небо и земля. В 10 раз очевиднее мы веселее празднуем. Просто люди настолько верят в то, что без этого нельзя, настолько… Это не проблема самих людей, это проблема все-таки пропаганды, именно алкоголя, скрытой пропаганды, которая идет во всех сериалах, кино, ни одного сериала и кино сейчас, к сожалению, нету без цен потребления алкоголя. Потому что официально реклама алкоголя запрещена, ищут обходные пути, скрытая реклама, считают сами производители алкоголя, более эффективно работает, это, пожалуйста, сериалы, это кино. Тем не менее, как бы сейчас все больше и больше входит в моду спортивный образ жизни, здоровый образ жизни. Согласна. Немодно сейчас не пить, не курить. Вот как считаете, именно вот это вот будет дальше продолжаться направление нашей жизни, во что хотелось бы верить? Ну, конечно, это направление растет, но здесь тонкие нюансы. Если будем пропагандировать только спорт, сам по себе спорт людей от алкоголя никак не отвлекает, он не мешает потреблять алкоголь. Когда я не знала определенной информации, я вела себя тоже, как все. Я могла выпить алкоголь на праздники, еще какие-то поводы, ходила в фитнес-клубы активные и считала искренне, что я веду самый настоящий здоровый спортивный образ жизни. Но спортивный образ жизни без трезвости – это как деньги, выкинутые на ветер. Потому что мы наносим вред организму, пытаемся его восстановить. Это неполный образ жизни, то есть здоровый образ жизни, он должен включать еще и трезвость. Ну что ж, будем надеяться, что когда-нибудь мы окончательно это поймем и окончательно к этому придем. Спасибо вам, Ольга, огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Ольга Баранова, лидер общественного движения «Трезвая Рязань». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»